Добрый день еще раз. Тема доклада Долорингеальной лазерной резекции при местной распространенной раке гортани я хочу сделать небольшую оговорку. Я буду говорить преимущественно о Т1-Т2 опухолях. Немного напомню, все мы эти данные хорошо знаем, что чаще всего происходит поражение складочного отдела гортани, затем подскладочного в незначительном количестве случаев, затем надскладочного и в незначительном количестве случаев подскладочного. В определенном значении это благоприятная ситуация в том смысле, что поражение складочного отдела в большинстве случаев связано с тем, что мы имеем минимальный индекс регионарного метастазирования. Это нам дает возможности немножко абстрагироваться от тем, чтобы заниматься в том числе лечением регионарного, регионарных лимфоузлов, регионарных зон метастазирования, а сконцентрировать внимание именно на локальном лечении. В то же время для рака наскладочного отдела ситуация совсем другая, кардинальным образом другая. Мы все знаем, что там опухоли характеризуются высоким индексом метастазирования регионарного, особенно двухстороннего регионарного метастазирования. И, безусловно, это сказывается и на тактике лечения, но я об этом немножко позже скажу. Но опять-таки возвращаюсь к тому, что существуют определенные ограничения, которые нас лимитируют в выборе тактики лечения при раке гортани. Первое, безусловно, это соблюдение онкологического принципа, сохранение голоса, разделительной функции, то есть мы в большинстве случаев стремимся к этому. Снижение частоты осложнений, это больше относится к тому методу лечения, который мы применяем. Тоже об этом немножко позже скажу. И фактор, который в последние десятилетия набирает обороты в нашей стране, это стоимость лечения. Остановлюсь немного на этой картинке. Здесь представлен пациент. Вы видите вот с таким гиперпластическим процессом в области правой голосовой складки. В чем проблема? Проблема в верификации этого диагноза. Вот что здесь происходит? То ли это просто лейкоплакия, вот такая разросшаяся, или уже там внутри зреет рак, внутри этого вухоли. Добраться сквозь вот эту броню с существующими методами биопсии невозможно. Поэтому существует дилемма определенная у любого специалиста, онколога, кто занимается лечением таких пациентов. Что здесь делать? Назначить сразу лучевую терапию, которая в принципе дает хорошие результаты из лечения. Но мы рискуем попасть в такую ситуацию, когда у пациента нет рака, а мы проводим ему лучевую терапию, бессмысленно фактически. И поэтому эта проблема существует на сегодня в мире, она активно обсуждается, и мы тоже сейчас ее обсудим немного. В соответствии с современными стандартами, но здесь не последняя версия стандартов НССН, 2013 год уже есть, 2016 год, они не сильно, правда, различаются. Вот та ситуация, которая была представлена на слайде, карцинома ин-ситу предполагаемая. Существует два подхода, это лучевая терапия и эндоскопическая резекция. Но опять-таки здесь имеется в виду, что если та ситуация, когда вам все-таки удается, спустя многочисленные, многократные попытки биопсии, удается доказать, что там есть канцер ин-ситу, тогда вы спокойно идете в группу лучевой терапии или резекции той же. Если у вас уже доказан диагноз рака гортани Т1-Т2, то опять-таки та же возможность сохраняется в разных вариациях хирургического вмешательства, но в том числе эндоскопическая, важная для нас сейчас резекция, и открытая резекция, или лучевая терапия. Если посмотреть на историю, хронологию применения различных методов лечения, в 2011 году появилась такая публикация интересная, Эми Чен из США представил такие данные. Он оценил изменение тактики лечения в США в отношении больных раком гортани, местно распространенным, за период с 1985 по 2007 годы. И оказалось, что происходит изменение тактики лечения. Мы видим, что лучевая терапия при раннем раке отдает свои позиции, и примерно в 30% случаев произошло замещение лучевой терапии различными рода резекциями, различными рода резекциями при этом виде рака гортани. Здесь включаются и открытые резекции, и эндоскопические резекции, но начинает преобладать хирургическое лечение. И это неспроста происходит, мы об этом тоже поговорим чуть позже. То, что касается более распространенных видов рака, закономерно происходит уменьшение количества пациентов, которые выполнялись вынужденно раньше ларингектомией, калечащей операцией, и замещается это же количество пациентов консервативной методикой лечения химио-лучевой терапии. Справедливости ради нужно отметить, что и эта тактика тоже меняется в последнее время. И вот вы видите здесь хвостик такой, который вниз пошел в химио-лучевой терапии, опять происходит возвращение к хирургическим вмешательствам, но к органно-сохранным хирургическим вмешательствам. Что касается лучевой терапии. Если анализировать результаты исторические, которые существуют и накоплены сегодня по результатам лучевой терапии при раннем раке гортани, существует множество работ, вот одна из них представленная в 2003 году, Джованни Франчин, когда мы видим, что при первой стадии самостоятельная лучевая терапия позволяет добиться 90% случаев отдаленных результатов выживаемости в отдаленные сроки. При Т2 этот показатель снижается до 78%, понятно почему. Казалось бы, хорошие показатели, но при более детальном анализе, все эти работы, они похожи как под копирку друг на друга, при более детальном анализе оказывается, что есть определенное количество осложнений лучевой терапии, неблагоприятных побочных эффектов, и они не такие безобидные, как кажется на первый взгляд. Так вот, в той серии больных, которые вы видели, более 400 больных, в 11% случаев местные рецидивы развиваются, достаточно высокий показатель. При этом почти 40% из этих больных, у которых развиваются рецидивы, сохранить гортань уже не удается. Это происходит за счет того, что развивается отек, после лучевой отек, достаточно стойкий, который не позволяет оценить рано, даже если вы наблюдаете пациента раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, вы пропускаете рецидив на фоне отека у этого пациента. Выживаемость в этой группе сразу падает, в половину, и это все оказывает очень серьезный отпечаток. Все это при раннем раке гортани. Еще одна проблема, почти в 5% случаев развиваются вторые опухоли в области верхних дыхательно-пищеварительных путей. Часть из них радиоиндуцирована. Несмотря на современные достижения лучевой терапии, все равно остается часть радиоиндуцированных опухолей. И этот процент увеличивается при Т3-Т4 до 20%. То есть пятая часть больных ожидаемо будет иметь вторые опухоли в короткие сроки наблюдения, имеется в виду до 5 лет. А если прослеживать этих больных, есть такие работы американских авторов. В одной работе прослеживались 20 тысяч пациентов после химии лучевой терапии или после самостоятельной лучевой терапии в сроке более 20 лет. Риск вторых опухолей у них увеличивался до 40%. При этом у больных, у которых развиваются вторые опухоли, 10-летняя выживаемость снижается до 30%. Еще больше эта ситуация ухудшается, если пациент состоит в группе тяжелых курильщиков или состоял раньше. Эта картинка знакома многим, когда у пациента после облучения развивается стойкий отек со стенозом гортани в разной степени выраженности. Конечно, это не часто приводит к наложению трахеостомпы в силочевой терапии, но это достаточно серьезное осложнение, которое требует серьезной сопроводительной терапии. И вот такого рода отек сохраняется у таких пациентов в течение 2 месяцев. В 30% случаев стойкий отек больше полугода, в 14%, а дисфония постоянная остается в 20% случаев. Опять-таки, можно идти на такие жертвы, если мы лечим распространенные формы рака. Но когда мы имеем дело с небольшой опухолью в гортане, мне кажется, это не совсем приемлемая ситуация. Таким образом, существует ряд побочных нежелательных эффектов, о которых мы уже говорили. И еще один из этих факторов – это продолжительность лечения 5-6 недель. Соответственно, и стоимость лечения таких пациентов достигает серьезных уровней. Все мы знаем, что существует возможность выполнения открытых хирургических вмешательств. И такие вмешательства позволяют достичь высоких показателей выживаемости. Но есть одно большое «но». Это реабилитация этих пациентов. Я уже не говорю о том, что необходимо накладывать трахеостому временную таким пациентам. Все это инвазивная методика, крайне инвазивная методика, приводящая к серьезным усилиям по реабилитации таких пациентов. У некоторых пациентов остаются стойкие нарушения. Я не говорю уже о дисфонии. Есть и пациенты, у которых развивается стойкое поперхивание, нарушение прохождения пищи. Появилась в 1972 году определенная альтернатива. Это всем известный СО2-лазер. Таким образом выглядит методика эндоларингеальных резекций. Тоже многие из вас знают ее. Опорный ларингоскоп. Эта методика, в принципе, существовала и раньше, но без лазера. Когда выполнялись так называемые холодные резекции с помощью микроинструментов, через тот же опорный ларингоскоп, микроинструментами выполнялись резекции предопухолей, в основном, в состоянии. В чем ее минус? Минус в том, что при холодной резекции происходит кровотечение, просвет дыхательных путей. Это колоссально осложняет работу хирурга. И не говоря о том, что это потенциально приводит к риску развития различных осложнений интероперационных. Так вот, когда появился СО2-лазер, ситуация кардинальным образом изменилась, потому что он приводит к одновременному, помимо того, что он разрезает ткани, он приводит к одновременному гемостазу сосудов капиллярного размера, которые находятся в зоне резекции. Но этого достаточно для того, чтобы выполнять бескровную резекцию. Кроме того, есть преимущества физического характера у СО2-лазера. Самое основное из них то, что он быстро поглощается водой в тканях, а ткани горта не богаты водой. И при этом практически не происходит термического повреждения тканей в зоне резекции. А значит, не происходит развитие отека после операции, вне зависимости от объема резекции, какой бы объем резекции ни был. И это позволяет нам избежать наложения трахеостомы таким пациентам. Кроме этого, кардинальным образом укорачивается продолжительность лечения, потому что после таких резекций пациенты на вторые сутки могут идти домой. Вторые, третьи сутки. И абсолютно не сравнить реабилитацию у пациента. То есть на вторые сутки пациент спокойно питается после операции и чувствует себя абсолютно здоровым. И встает закономерный вопрос, каковы же результаты вот этих трех методик, которые существуют, и можно ли их сравнивать друг с другом. Ну, ранние результаты, которые были получены, они сразу продемонстрировали, что эндоларингеальные лазерные резекции, они занимают абсолютно адекватное, достойное место в ряду вот этих предложенных методик по результатам лечения. Сразу была разработана классификация видов резекций тканей в гортани. Ну, в частности, здесь предведена классификация резекций в области складочного отдела гортани, Европейское ларингеологическое общество. Тоже достаточно известная классификация. Важно здесь что? Существует принципиально три возможных варианта при локализации в складочном отделе. Так называемые субэпителиальные или подслизистые резекции, это при поверхностных опухолях. Дальше углубляясь в трансмускулярные резекции, когда мы уже резецируем больше ткани вглубь с мышечной основой голосовой складки. И расширенные складочные резекции, когда мы уже при размерах опухоли в основном Т1-Б или Т2, когда мы уже включаем в блок ткани, помимо складки, прилежащие соседние структуры, вестибулярную складку, голосовой отросток, переднюю комиссуру и так далее. Еще один важный момент при выполнении таких хирургических вмешательств это вид анестезиологического пособия, то есть вариант проведения вентиляции легких. Как мы знаем, есть стандартный для нас метод, это эндотархиальная интубация. И есть в принципе методика так называемой инжекционной эндотархиальной аргиозности. В чем различие? Вот это один и тот же пациент, вы видите на слайде. У этого пациента есть опухоль, только ее не видно. Когда мы убираем эндотархиальную трубку, мы видим, что опухоль вот таких больших размеров, просто она на ножке исходит из задней трети голосовой складки, и она полностью смещается трубкой и теряется из виду при выполнении вот такого хирургического вмешательства. Ее невозможно увидеть, невозможно визуализировать и невозможно выполнить эту резекцию. Поэтому мы в своей работе чаще используем инжекционную вентиляцию. Вот вы видите маленькая такая трубочка, через которую подается воздушная смесь. и вот это уже больной во время проведения этой вентиляции никаким образом эта труба не мешает для выполнения резекции. Так, там, по-моему, та же проблема. Попробуйте принудительно переключить. Все было нормально почему-то сейчас. Ага, стоп. Один, это несколько клинических примеров, как выполняется подслизистая хордектомия, пациенту, у которого имеется двустороннее поражение голосовых складок, ограниченное, небольшое. В таком случае часто в плане профилактики синехиальных сращений в области складок выполняется хирургическое вмешательство в два этапа. Сначала на одной складке, затем на второй. Ну вот, таким образом выполняется эта резекция. Просто здесь важный момент в том, что хотелось показать, насколько прецизионно работает этот лазер. И мы видим здесь хорошо, очень под микроскопом визуализируется мышечный слой, слизистая оболочка, сама голосовая складка. И очень аккуратно, достаточно можно работать в этом месте, не повреждая анатомическую основу голосовой складки. Таким образом выполняется блочное удаление. Сразу хочу оговориться, что многие даже хирурги, лор-хирурги, не сразу включаются в тему, думая, что используется обычный лазер, который прижигает или выжигает ткани в том месте, где работает лазер. Нет, это скальпель, хирургический скальпель, который в основе своей физической имеет технологию СО2 лазера. Ну и вы видите, удаляется тот объем тканей пораженных, который необходимо удалить. Это уже вид пациента после, тот пациент, который мы вначале видели, после резекции, через месяц после резекции, вы видите, эпитализируется здесь поверхность складки. Абсолютно все функционально сохранно, с очень хорошими результатами. И вот в этом образовании, в этой эпохоли все-таки был канцер ин-ситу на фоне гиперкератоза. Еще один пример. Это уже трансмускулярная, более продвинутая резекция, более продвинутая вглубь резекция голосовой складки. Вы видите, что определяется дефект ткани в области голосовой складки, но очень хорошо компенсируется это состояние. И вот через 5 месяцев вы видите, во-первых, полностью эпитализированная поверхность, во-вторых, функционально даже на голосе практически не страдает. Голос практически не страдает после такого вида резекции. Еще один пример. Это уже более распространенная опухоль, когда наряду с голосовой складкой поражается гортанный желудочек. Здесь есть важная особенность. Есть ряд пациентов, особенно это касается тучных пациентов, у которых сильно выражены вестибулярные складки. Вы видите, насколько они выражены. Они полностью закрывают визуализацию гортанного желудочка и мешают очень сильно для хирургу во время выполнения резекции. В таких случаях выполняется резекция вестибулярной складки для того, чтобы обеспечить визуализацию адекватную. Вы видите, была резицирована здесь вестибулярная складка. И мы видим уже, насколько глубоко опухоль распространяется в гортанный желудочек. Соответственно, мы можем выполнить радикальное хирургическое вмешательство. Ну и вот уже состояние через полтора месяца после резекции этой опухоли. Вы видите, что вот здесь вестибулярная складка выражена, а здесь ее практически нет. Но на самом деле она такая, как должна быть в норме. И полностью адаптированная ситуация в зоне резекции голосовой складки и функционально в том числе. Еще более продвинутые опухоли Т2 уже, когда опухоль вызывает нарушение неподвижности голосовой складки. Но здесь важно вот в этом примере, то что вы видите больших размеров экзофитный компонент, который перекрывает просвет гортани, мешает адекватной визуализации объема резекции. В таких случаях часто выполняется резекция экзофитного компонента сначала и дальше уже продолжается резекция. Но тоже для примера, чтобы было здесь ясно, что происходит, выполняется уже расширенная резекция голосовой складки, захватывается обязательно вестибулярный отдел. В этом случае в блок удаляемых тканей был включен и голосовой отросток, сейчас будет видно это, потому что он близко подходил к опухолю, вернее, в опухолевый фильтрат близко подходил к голосовому отростку, оставлять его было нецелесообразно. И обычно хирург старается в блоке удалить эту опухоль, но существует методика и разделение блока, когда выполняется поперечный разрез вдоль опухоли для определения размера опухолевой инвазии. Вот вы видите голосовой отросток здесь резецированный. Делается поперечный разрез опухоли для определения глубины инвазии и более адекватного выполнения резекции вглубь ткани. Ну и завершается этап уже резекция подскладочного отдела гортани. Этот вид этого пациента уже через два месяца после резекции. Опять-таки здесь видно, что полностью резецированная складка, но происходит компенсация за счет подвижности второй половины гортани. При этом подвижность черпала, вы видите, она сохранена с этой стороны. Что касается отдаленных результатов, они также существуют. И если адекватно сертифицируются пациенты под лазерные резекции, то результаты этих работ по пациентам, они превосходят даже результаты лечения после лучевой терапии. Ну и есть сравнительные работы, которые показывают, сравнивают результаты напрямую в двух группах больных. У больных, которые лечились, вы видите здесь вот в одном исследовании, СО2 лазерами, и группа больных, пролеченных лучевой терапией. Самые большие различия, вы видите, это частота вторых опухолей в три раза меньше. И самое главное, частота ларингектомии при развитии рецидива, вы видите, в пять раз меньше после лазерных резекций по сравнению с лучевой терапией. С лучевой терапией самостоятельно. Это происходит именно за счет того, что после лазерной резекции удается четко визуализировать ранний рецидив, так называемый ранний рецидив, который мы видим в достаточно короткие сроки на фоне неизмененных тканей. И самое главное, что после выполнения одной лазерной резекции возможно выполнение повторных лазерных резекций при развитии рецидива пациента. Вот эти важные два графика, это отдаленные результаты в этих двух группах. Вот здесь вот слева, это локальный контроль, вы видите, что лучевая терапия выше, чем СО2-лазер. Здесь есть определенная хитрость, она в деталях кроется. Частота локального контроля при лучевой терапии оказалась выше за счет того, что именно пропускаются ранние рецидивы. Они не попадают в группу рецидивов, регистрируются позже, и вы видите, что в дальнейшем лучевая терапия начинает сближаться с частотой рецидива после лазерных резекций. И это уже начинает сказываться в общей выживаемости, вернее, в частоте сохранения гортани. При СО2 она выше, вы видите, чем после лучевой терапии. То есть здесь играет фактор именно ранней диагностики рецидива. Ну и многих авторов, многих хирургов интересует, каково уже качество жизни, качество голоса и так далее, дисфункции после лазерных резекций, потому что все-таки это хирургическое вмешательство, мы удаляем часть органа. И вот таких исследований много было проведено. Вот одно из них в 2010 году было представлено, в котором, я извиняюсь, здесь речь идет о как раз таки группе больных, в котором выполнялись ререзекции. ререзекции, потому что, опять-таки, возникает вопрос, если мы выполняем ререзекцию, не ухудшаем ли мы показатели отдаленной результата лечения. Оказалось, что не ухудшаются показатели отдаленной результата лечения в группах больных, которым выполнялись ререзекции по поводу рецидивов и у больных, у которых не было больше рецидивов после рецидивов. То есть это адекватная тактика, можно выполнять резекции. И вот то, что касается качества жизни после таких операций, здесь в основном рассматриваются больные с Т1А, Т1Б. Качество голоса у таких пациентов не изменяется. Вы видите, что показатели синяя полоса – это нормальная, и СО2 красная – это после лазерных резекций. Не происходит изменения голоса. И оценивается это по разным показателям – вибрация, мерцание и так далее. Два слова буквально о опухолях надскладочной локализации. Есть ряд положительных моментов, которые высказываются за использование лазерных резекций. Часть из них здесь представлена. Вы видите, это то, что наложение трахеостомы при выполнении открытых резекций необходимо в 100% случаев. При выполнении лазерных резекций в какой-то небольшой проценте случаев это нужно делать, и просто вынужденно это делается. Но все равно это в 5 раз меньше, чем при открытых резекциях. Очень важный показатель – это питание через носопищеводный зон, то есть восстановление функций глотания без поперхивания. Когда при открытых резекциях необходимо выполнять это в 100% случаев длительно, при лазерных резекциях в 5 раз меньше, стойкое нарушение глотания в виде гастростомы после открытых резекций 35%, после лазерных – в 3%. Время восстановления глотания тоже значительно различается, и аспирационная пневмония как показатель неадекватного восстановления отдыхания тоже глотания различается сильно. Здесь на этом слайде не рак гортани, это сарково, но просто для наглядности я решил показать этот слайд. Вы видите, что… Вообще интересная история у этого пациента. У него это образование с детства. Он к нам уже попал в 30-летнем возрасте. Достаточно успешно лечился он консервативно, но уже после консервативного лечения во взрослом состоянии у него развелился рецидив, вот такой большой, который вызывал у него апноэ во время сна. То есть фактически человек нормально не мог спать. Понятно почему, потому что опухоль перекрывала просвет гортани. Это такая ситуация, ничего кроме как резекция не выполнить. Но крайне невыгодная ситуация в плане открытой резекции, потому что приходится делать фаринготомию. И все мы знаем, чем, какими неприятными последствиями это грозит, даже если все заживает хорошо после этого доступа. И очень элегантно можно это сделать с помощью вот этой методики. Вы видите, вот через три недели после этой операции есть еще фибриновый налет в области локализации основания опухоли, где была опухоль после резекции. И остальная гортань фактически, она не потеряла свою функциональность, потому что и не было этого поражения. Эта же методика применяется и при резекции рака в области наскладочной отдела гортани, за одним исключением, что необходимо выполнять одномоментно удаление, лимфодисекцию на шее у таких пациентов двустороннюю, по понятным причинам. Почему эта методика, я имею в виду хирургическое вмешательство на первом этапе, стала вытеснять лучевую терапию? Потому что появился, несмотря на то, что были первые такие восторженные данные по поводу проведения консервативного лечения пациентов при распространенном раке гортани, которые во множестве работ были продемонстрированы, в том числе одна из работ Форостье, американская исследовательница. Есть ряд важных нежелательных эффектов. Это отсроченная гибель пациентов от отдаленных побочных эффектов химио-лучевой терапии. Самое важное здесь – это снижение функциональных резервов организма после той агрессивной химио-лучевой терапии, которая проводится. И люди начинают погибать через 5-10 лет от сопутствующей заболевания, от банальной пневмонии, скажем так, в кавычках, банальной пневмонии или каких-то еще других инфекционных осложнений. И вот эта кривая выживаемости, здесь ее нет, но воображаемая кривая выживаемости, начинает падать именно спустя 5-7 лет после проведенного химио-лучевого лечения. И это натолкнуло ряд авторов последние 5-7 лет все-таки вернуться к вопросу о проведении операции на первом этапе у таких больных, потому что в части случаев проведение адювантной лучевой терапии после операции и не нужно. Примерно 30% случаев нужно больным проводить таким при резекциях надсказочного отдела гортани, проводить дополнительную лучевую терапию. Остальным пациентам это не нужно делать. И вот, собственно говоря, и появляются такие работы. Вот одна из них, американский исследователь Хинни, который обладает колоссальным опытом таких резекций, представил результаты, которые в сравнении с результатами химиконсервативного лечения не отличаются по показателям локорегионального контроля и сохранения гортани у пациентов. Ну и наш небольшой опыт, который у нас существует в настоящее время, это 76 пациентов с различными раками гортани, я имею в виду по распространенности, есть, безусловно, есть определенное количество рецидивов. Вы видите, что самая большая частота при Т1Б, ну я связываю это, она на самом деле высокая после этого. Я связываю это с накоплением опыта в определенном понимании этого слова, потому что, на первых, у тех пациентов, которые вначале у нас проходили, подвергались этим операциям, все-таки недостаточно адекватно мы оценивали края резекций, отступы от опухоли в здоровой ткани, и у них в последующем развивался рецидив. Нам удалось спасти этих пациентов в том числе, вылечить их, но все равно нужно это учитывать в планировании хирургических вмешательств у такой группы больных. Ну и небольшие рекомендации, которые мы приводим, это то, что у пациентов, у которых есть ранний рак гортани, все-таки лазерная резекция – это серьезная альтернатива лучевой терапии самостоятельной. Есть определенная специфика в наблюдении этих больных, то есть их нужно немножко чаще наблюдать. Ну и самое важное, что у больных, у которых развивается рак на фоне дисплазии, и дисплазия в своих клинических проявлениях превалирует над раковыми какими-то визуальными проявлениями, поставить правильный диагноз все-таки можно только при отсутствии возможности верифицировать его с помощью биопсии эндоскопической. Такая возможность существует только после выполнения резекции у пациентов. Спасибо за внимание. Уважаемый Али Мурадович, спасибо большое за сообщение. Действительно очень интересное. Есть ли какие-то вопросы в зале? Али Мурадович, спасибо за интересное сообщение. У меня маленькие вопросы, короткие. Как Вы оценивали края резекции? Это проходило интероперационно или по данным батарейной проводки? Были ли у Вас пациенты с положительными краями резекции? И на Ваш взгляд, если мы имеем пациента с положительными краями резекции, дальнейшая тактика – это ререзекция в ранний послеоперационный период или проведение лучевой терапии? Спасибо. Сразу скажу, что мы не используем интероперационную оценку краеврезекции, хотя это лучше использовать. И все авторы, которые занимаются, все хирурги, которые занимаются этой патологией, они пропагандируют интероперационное исследование краеврезекции. Просто у нас нет пока технической возможности делать это интероперационно в связи с тем, что нет отдельного специалиста, который может заниматься только нами. Но мы стремимся к этому. Были пациенты, у которых были положительные края резекции. Мы это узнавали уже по результатам планового гистологического исследования после операции. Да, среди них были пациенты, которым мы выполняли ререзекции. Но возвращаясь опять к первой части вопроса, я скажу, что действительно самая правильная тактика – это проводить интероперационно, размечать правильно удаляемый препарат, отдавать его на срочное гистологическое исследование, чтобы патоморфолог вам дал сразу ответ, и вы уже, если есть край резекции положительный, выполнили дополнительную резекцию в том участке, где промаркирован этот положительный край. И это залог очень высоких показателей излечения у этих пациентов. Есть еще вопросы, пожалуйста. Али Мурадович, скажите, пожалуйста, вот слайд можно вернуться, где вестибулярный отдел гортани поражен? Самый первый или последний? Нет, ближе к последнему. Ну там вот у вас нарисовано фиксированный отдел надгортаника, да? В каком объеме вы выполняете резекции при подобном поражении? Значит, именно при фиксированном отделе? Ну вот когда поражен надгортаник или переход на вестибулярную складку, какой объем? На самом деле не так принципиально. Выполняется стандартный объем надскладочной резекции? Ну, горизонтальной резекции. Горизонтальной резекции, но без доступа открытого, как обычно это делалось при открытой резекции. И по времени сколько занимает подобная операция? Вы знаете, если вот отработано вот сейчас, вот когда мы уже владеем этой техникой, примерно это занимает полтора часа. Больные после подобной операции, разделительная функция как быстро восстанавливается? Там же есть отек, наверное. Да, отека нет. Я просто не успел показать пациентам вот в раннем послеоперационном периоде, где видно хорошо, что никакого отека нет после операции. Разделительная функция страдает минимально. Вот у меня, я сейчас скажу сколько, пятеро пациентов есть с надскладочными резекциями. И у них, у четверых пациентов глотание восстановилось в течение недели без зонда. А неделю как они кушали? Они питались. Было поперхивание, но они питались. Здесь очень важный момент, очень важный момент. Сейчас закончу. Значит, у одного пациента восстановление произошло в сроке где-то до двух недель глотания. Здесь важный момент, это тоже подчеркивают многие исследователи, возраст пациента при выполнении надскладочных резекций. То есть резервы легких и сопротивление тому поперхиванию, которое может быть. Это очень важно. Если пациент старше 60 лет, то это необходимо учитывать. И лучше таким пациентам все-таки ставить на загастральный зонд. Он будет стоять не так долго, как после обычных открытых резекций. Примерно где-то 10-14 дней он будет стоять. Но лучше им ставить. Но я скажу вам сразу, что после открытых резекций за две недели не восстанавливается пациент. Восстанавливается. Не восстанавливается. Восстанавливается. Останемся каждый при своих мнениях. Большой опыт просто работы с открытыми резекциями. Останемся каждый при своем мнении. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы к докладчику? Продолжение следует...